Шаббат шалом, дорогие друзья, хоть сегодня и четверг. Время нашего покоя. Я тут оказался в парке сейчас, в парке Победы. Кстати, Победа – хорошее слово. Хороший парк, тут море людей. Люди гуляют, все лавочки заняты, очень тепло. Одним словом, весна. Я тут успел заехать на группу домашнюю. И говорю, о чем бы мне сегодня поделиться со слушателями? Ну, сестры говорят, говори за весну. Я говорю, что же сказать. Я вообще забыл, что у нас весна на улице, друзья. Вы не забыли случайно? Сейчас весна. Очень тепло, красота вообще. Я легко одет, комфортно себя чувствую на свежем воздухе. И говорят, ну, стихи какие-то читаю. Я единственное, что смог вспомнить – это весна идет весне дорогу. Ну, так и да. О весне забывать не стоит. Тем более, что у нас заканчивается месяц Адар, приближается главный месяц года. Мы сейчас находимся в таком марафоне между Пыримом и Песохом. И то, что в Украине и в мире происходят какие-то, скажем, будоражащие события, ну, это интересно, что именно в это время они происходят. Вот. И вообще я хочу сказать, что мы живем с вами в очень интересное такое особенное время. Время, знаете, такой динамичной жизни. Время больших скоростей. Время, когда открыты границы, были, были открыты границы до недавнего времени. Все куда-то стремились, хотели заработать, поехать, увидеть. Вот. И сейчас вот такой, конечно, обломчик имеет место. Вот. Ну, знаете, вот вспоминается это... Местописание. Остановитесь и познайте, что я Господь. И вот самое время, раз нам спешить некуда, раз мы даже на работу уже многие не ходят. Вот. Так не остановиться ли, друзья, и не познать ли, что над нами Бог? Над нами Бог. И в нас Бог. Вот. И это очень интересно. Я вижу, присоединяются разные люди. Я вот вообще хотел почитать вам один псалом, который вы все знаете, многие выучили наизусть еще в первые месяцы и годы вашей верующей жизни. А именно 90-й псалом. Хвалебная песнь Давида. Вот, знаете, псалом, которому прибегают люди в минуты там какого-то, какой-то неуверенности или страха, или смущения. Вот. И я почему-то решил почитать его нам и себе. Вот. Поскольку я не знаю стихов о весне, может быть, это реально достаточно актуально, поговорить о весне, но не выучил стихов о весне. Буду, приму какое-то решение по этому вопросу. Вот. А сейчас вот почитаю хвалебную песнь Давида. И, как вы все прекрасно помните, она начинается со слов, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Очень хороший, можно сказать, ключевой стих в этом псалме. Кстати, вот здесь, мне здесь видно 89-й псалме. Тут тоже молитва Маше, человека Божия. И второй стих тоже. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». Это важная мысль. Я бы вам даже предложил, друзья, А давайте мы вот озвучим эти слова. Давайте мы скажем, знаете, лично от себя Богу эти слова. «Господи, Ты прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Не стесняйтесь, повторяйте очень простые слова. Дальше говорится, «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, не побоюсь этого слова, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч по правую руку от тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Ну, надо признаться, что детям Божьим придется наблюдать в разное время. Мы живем в такое время, которое уже две тысячи лет называется последним, и оно все более последнее. И многим из нас придется, хотим мы этого или нет, но нам придется видеть, как этот мир, он будет наказуем, и поражаем, и, возможно, в процессе этого спасаем. Важно, чтобы мы просто делали нашу часть, хотя бы в отношении наших близких, родных, наших соседей. Очень хорошее время, знаете, когда люди находятся в некоторой изоляции и нуждаются в общении, они никуда не бегут, они сильно не едут, не летят. Вот. И возможно, если вы позвоните человеку, который раньше отвергал ваши попытки рассказать ему о том главном, что есть в вашем сердце, то сейчас очень хорошее время. Люди в изоляции, люди вынуждены находиться дома в четырех стенах. Я вот, например, был дома большую часть дня, у меня надо мной, этажом выше, уже более двух месяцев ведет супер крутой ремонт. И там две вот эти дрели, или не знаю что, они гудели с утра и до тех пор, пока не ушел с квадратной головой. Вот. И я думаю, что людям не очень приятно находиться дома, находиться в этой, знаете, в отрыве. Они не научены останавливаться и познавать, что есть Бог. Ну, можно фильмы посмотреть, там, спортивные какие-то соревнования, и то старые, потому что новые не происходят. стадионы закрыты. Вот. И по прошествии еще какого-то времени люди еще больше будут готовы к общению, вот, будут готовы принимать ваши молитвы, возможно, в их адрес. Вот. Так что не упустите этого момента. Главное, чтобы мы не были виновны в том, что кто-то будет наказуем и поражаем из-за того, что, знаете, мы не утрудились позаботиться об этом человеке. И дальше, и дальше в Псалме 9 стих говорится, «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Это то, что я вам читал в начале, и мы даже вместе с вами, я верю, это декламировали. И это действительно ключевой стих. Вот Бог говорит, что именно потому, что ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. И даже на руках понесут тебя. И понятно, что здесь скажем, часть этого Псалма она адресована Машеху, вот, она о нем, но также много вполне относится к каждому из нас, друзья. И дальше говорится, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому, что Он познал имя мое. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому, что Он познал имя мое. Ну, кто-то может сказать, что у Бога много имен, всех и не упомнишь. Ну, я предполагаю, что раз тут скажем, говорится Шем, то есть говорится имя, то, скорее всего, речь идет о главном Божьем имени, с которым Он открылся Израилю, находящемуся в Египте. Это имя Господь, за которым скрывается четырехбуквенное имя Бога, Яхве, которое означает милосердие. Бог нашему народу, находящемуся в Египте, находящемуся под тяжелым гнетом врага. Бог открылся как Бог милосердный. Для того, чтобы они узнали Его, для того, чтобы они благословили это имя, для того, чтобы они, знаете, это имя стало для них опорой. И мы с вами, как верующие Нового Завета, мы понимаем, что Бог, Он, Бог, который есть совершенная любовь, совершенное милосердие, Он верой вселился в наши сердца. Амем? Верю, что в ваших сердцах живет совершенная любовь и милосердие. Он вселился в наши сердца, но более того, более того, Он принял каждого из нас в свое сердце. Представляете? Мы также через жертву Машиаха мы вселились в его сердце. Он принял нас в свое сердце. Это удивительно. Мы драгоценны для Него, для нашего Господа. Это удивительно. Просто размышляйте об этом. У нас сейчас много времени для разных размышлений, для того, чтобы наслаждаться весной, собирать какие-нибудь подснежники, немножко молиться и размышлять об имени Божьем. И это очень интересно. И дальше говорится, повторю предыдущий стих, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Друзья, Господь являет спасение свое. Господь явил нам Ишуа и принял нас в свое сердце через Господа Ишуа. Это потрясающе, удивительно. Эта новость, она, знаете, как-то не устаревает. при необходимости хорошо обновлять эти вещи в наших сердцах и вытеснять из нашего сердца всякое смущение, растерянность и страх. И обретать силу для поддержки других людей, которые в этом нуждаются даже больше нас. И хочу вернуться уже через неделю, месяц Ниссан, Песах, будем читать о бесходе из Египта, будем читать о той жертве, которая там приносилась, о той крови крапления, которой они покрыли косяки дверей своих и сейчас мы понимаем, что по сути кровь Мессии она знаете, на косяках доверия нашего сердца и она есть совершенная защита. если если вспомните я говорил о том, что Бог будет поражать этот мир и не потому, что ему это приятно, но также во спасение этому миру он будет его потрясать и поражать для того, чтобы приобрести многих в последние времена. Поэтому не ужасайтесь, когда вы видите, как в этот мир приходит поражение. Наши праотцы уже это видели. Это уже было. Они видели, как Бог поражал Египет, как Он там не оставил буквально камня на камне. и показал всевозможные казни. Наш народ, дети Божьи, они находились в безопасности. Их не коснулось это зло. Несмотря на то, что они были рабы, они что они знали, что они знали о Господе. Они помнили что-то из каких-то рассказов детских, может, какие-то сказки им рассказывали, как Яков когда-то пришел в Египет в семидесяти душах и так далее. Но мы-то знаем, мы-то знаем, как говорится, по-другому. У нас это знание глубоко в сердце. И вот они видели, Израиль видел это поражение, которое длилось не один день. Наблюдали и оно их не затрагивало. Поэтому и мы должны пребывать в покое, когда приходят потрясения в этот мир. И я думаю, что Бог рассчитывает на нас, Он рассчитывает, что в это время мы сможем что-то сделать. Мы будем Его устами, Его руками, мы будем благословлять этих испуганных людей, мы будем являть им вот это самое милосердие Божье, будем утешать их. Ну, и я думаю, что опять же весна и вообще имеет смысл радоваться, друзья. Вы знаете, что радость это как реализация веры. человек, который не радуется, говорит о том, что у него что-то с верой. Мы можем радоваться в любых обстоятельствах, тем более опираясь друг на друга, как одна Божья семья, мы можем радоваться вопреки всему. Радость это, знаете, огромная сила. Вот. Так что давайте радоваться и являть миру радость и через радость веру. И вот то, о чем я читал, «Господь упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим». Вот надо помочь, может быть, многим избрать Всевышнего своим прибежищем. Знаете, как в другом месте написано «Имя Господа крепкая башня». Вот это милосердие и всепрощение Божье, это крепкая башня, и каждый, кто стремится, он будет укрыт и будет спасен. Аминь. вот так что ободряю вас, дорогие, поддерживайте друг друга, радуйтесь вместе, пойте песни, вот, гуляйте на свежем воздухе, вот, пусть Бог всех нас сильно благословит. Обнимаю вас, дорогие.